Пока это модели собраны, можно сказать, из подручных средств. В руках преподавателя политеха система для экологического мониторинга водоемов. Состоит она из трех датчиков. Они позволяют измерить прозрачность, движение и температуру воды. Нужно только опустить прибор в воду. Так ученые смогут следить за динамикой экологической обстановки в озерах, реках, фиксировать все изменения. Разработали 3D-модели специально для Барнаульского Института водных и экологических проблем. До настоящего момента они использовали те устройства, которые в советское время были разработаны, до сих пор ими пользовались. Но просто уже время подошло, необходима модернизация. У них стала такая проблема, задача. Современные устройства достаточно дорогие, зарубежные аналоги очень дорогие. Институт их позволить себе не может. Проводить исследования необходимо. Для сравнения прибор, созданный в стенах ВУЗа, будет стоить около 20 тысяч рублей. Зарубежные аналоги – около 700 тысяч. Собрал 3D-модели совсем еще юный ученый политеха, который защитит диплом в ближайшие дни. На разработку и продвижение своего проекта Артем Каменев выиграл грант – полмиллиона рублей. В данный момент мы модернизируем этот проект, работаем над ним по факту. И заключительным этапом будет полный стек документации на устройства и с возможностью их производства. Производством, как правило, занимаются не разработчики, а какие-то компании-производители. А пока ученые уже провели первые измерения на озерах – Телецком, Манжирокском и Красиловском. В перспективе специалисты планируют вести постоянный мониторинг на проблемных объектах региона. «Не здесь, может быть, не под этим мостом, может быть, под другим. Просто, напросто, разместить этот прибор, он будет постоянно наблюдать за состоянием реки. В нужное время подать сигнал – что-то изменилось в реке. И вот тогда можно будет действительно установить и причину загрязнения, если она такая возникла, и, соответственно, принять меры по управлению качеством воды реки. Короче говоря, людей, которые загрязняют, привлечь к ответственности». А вот что касается промышленного производства 3D-моделей из Политеха, его планируют наладить уже через год. Ирина Корчагина, Алексей Фризин, День Столка.